Итак, друзья, всем доброе утро! Бонжур, хеллоу, здравствуйте, шалом! Все, мы начинаем наш традиционный, традиционный урок-туры по утрам. Мы начинаем и собираются сейчас участники со всего мира. А как говорил царь Давид, что Слово Бога выйдет из Иерусалима, как раз в Эдварашем Мина Рушалаем. То есть из Иерусалима как раз и Митсион выйдет Тора, в Эдварашем Мина Рушалаем. И Слово Бога из Иерусалима, как раз я сейчас, слава Богу, в Иерусалиме. И отлично мы сейчас получим как раз, что нам Бог через царя Соломона хотел передать. В 13 главе Мишли. Сейчас собираются как раз все участники, кому это интересно, важно, нужно. Потому что действия человека, они показывают, что для него важно. Поэтому Всевышний сделал нас не ангелами, а людьми, чтобы мы, сопротивляясь со своей грубой материальной животной природой, выбирали двигаться в правильном направлении. А как он знает, что мы двигаемся в правильном направлении? По нашим действиям. То есть действие, оно как раз и определяет в этом мире все. То есть мы живем в мире действий. В мире действий. И, например, когда человек хочет выразить свою любовь или еще что-то, то он это делает в виде действий. Минимальное действие – это слова. То есть слово – это уже действие. Это уже некое звуковое, такое физическое действие, минимальное, которое только можно сделать, чтобы выразить свою мысль. А дальше идет за словом, идет дело. И некоторые еще выражают, знаете, когда, я сейчас вспомнил, как одна женщина, она шла по улице, и такой мужчина ее разглядит, так смотрит на нее, смотрит, смотрит, прям так внимательно на нее ближе подходит, смотрит. Она ему говорит, мужчина, вы что, меня влюбились, наверное, вы так меня рассматриваете? Он такой ближе-ближе подходит, говорит, нет, говорит, смотрю, пальто, говорит, ваше похоже на то, которое у нас украли. То есть по взгляду, некоторые взглядом что-то пытаются выразить тоже, но все равно в мире важное действие. Понятно, да? Хорошо, 13-й отрывок. 13-й отрывок, мы дошли, как раз в начале мы прошли, что первые были, что сына мудреца может вырасти только отец, который дает ему мусар. Это был первый отрывок. Когда насмешник не слушает угрозы, если не слушает угрозы, то он вырастет насмешником. Потом от плодов уст человека он будет кушать добро, а душа предателей, она насытится насилием. То есть тот, кто уходит от Тора, от Бога, он как раз насытится насилием. Дальше, третий отрывок был, но цер пив шумер навшо, тот, кто сохраняет свой рот, он сохраняет свою душу, а тот, кто открывает свой рот, он идет ему на разрушение. И вот мы сейчас дошли до четвертого отрывка, вообще уникального, он дает нам знания о том, как работает мир. Значит, только мы его соединить должны для этого с 12-м отрывком. Ну хорошо, значит, смотрите, звучит так. Четвертый отрывок звучит так. Митава, это есть таава, то есть возжелает, есть вожделение, и нет у него душа ленивца. То есть желает что-то, сильно хочет, и нет у него у ленивого человека. Венефеш харутсим ты душан. И душа харутс, харутс, это, как мы уже знаем, прилежный, который много работает, она у него, ты душан, это она у него будет насыщаться, это нехеш харутсим, вот этих вот прилежных и быстрых работяжек, которые прилежные и быстрые работяжки, у них, их душа, она насыщается. Теперь объясняет нам, во-первых, надо разобраться, что такое вожделение. Значит, он в 12-м отрывке нам объясняет, в 12-м отрывок звучит так. В тохелет мамушехет махалалев. Тохелет, это, как надежда, тоже переводится продолжительно, приводит к болезни сердца. В эцхаиме, когда древо жизни приходит, и как прорастает древо жизни, когда то, что он хочет, к нему приходит. Вот мы сейчас разберемся, что это за такое вожделение, и почему у ленивых, когда вожделеют, у него нету, а в другом месте написано, что таават ацель тамито. В другом месте написано, что вожделение ленивого, оно его вообще убьет. Прямо до такой степени. Теперь давайте разберемся, что такое таава. Значит, мало бы им объясняют, таава это вожделение, которое у тебя практически нет надежды, что оно исполнится. Например, я думал, какой привести пример. Например, какой-нибудь сидит парень в Воронеже, и он решил жениться на Анжелине Джоули. И он повесил плакат Анжелины Джоули на стену, и он, как песню Ума Турман, они пели, так возникла группа Ума Турман, как парень черепно-мозговой травмой. В Воронеже он мечтает о том, как он приедет к Уме Турман и скажет «Здравствуй, Ума». Это вожделение, когда человек хочет то, чего у него практически нет возможности получить. Дальше. У него есть тохелет. Тохелет – это когда он хочет то, что он практически наверняка получит. И есть третья тиква. Это когда он может получит, может не получит. Теперь здесь написано, что ленивый он вожжелает. У него есть вожделение. У него желаний, у ленивого, может быть, даже больше. Прямо, мол, мы пишем, что у него желаний уходит на мыслительную работу. Но так как он действовать не хочет ленивый, то у него все его желания превращаются в вожделение, которое он никогда не получит. И оно в итоге его убивает, потому что это как разочарованная жизнь, которая, ну, человек – это вообще не жизнь. Теперь получается... В Талмуде Медила написано, что... Значит, в Талмуде Медила написано, что... Игата... Сейчас. Игата ва мацата таамин. То есть, напрягался и нашел – верь. А если скажет тебе кто-то, что мацати ва льо игати – нашел я, и не напрягался я – не верь ему. То есть, так Бог устроен, что в этом мире все приходит через усилия. И харуц – это, как бы, противоположность от ленивого. Теперь, значит, ленивый желает и нет у него. Венефеш харуцим ты душан. Душа вот этих вот прилежных, быстрых работяг, она будет наполняться. Хотя, казалось бы, нефеш – это как бы животная душа. То есть, ты работаешь, ты тратишь силы, ты напрягаешься. И в этот момент ты становишься сильнее, твоя душа напитывается. А чем она напитывается? Нам же сказали здесь в 12-м отрывке, что вээцхаим таваба. То есть, когда человек, он в этом мире наполняется удовольствием, наполняется счастьем, наполняется жизнью, когда он достигает то, что он хочет. Получается, что вот так работает система. Значит, есть человек, у него у всех людей есть желание. То есть, человек, он не может жить без желания. Это происходит у него автоматически. То есть, у него есть желания физиологические, у него есть желания, которые вызываются завистью. В Куэллите мы учили, что все даже самые хорошие дела сделаны, это происходит кинат ишми рейгу. То есть, человек завидует с детства, завидует другому. Дети в песочнице балуются, а у одного есть машинка, а у другого нет. Тот, у кого есть машинка, он тянется за этой машинкой, хочет ее забрать. То есть, человек так устроен, что у него желание есть всегда. Теперь вопрос реализации этих желаний. Значит, есть то, что называется отцель ленивый. Это тот, кто не может заставить себя сделать то, что он считает нужным. Хуже всего, когда человек, это называется приобретенная беспомощность, когда он себе говорит, я не могу. В этот момент он сам себя ломает внутренне, когда он сам себя называет ленивым, и он себя лишает всякого шанса. Но если он не хочет попасть в эту ловушку, он говорит, конечно, я могу. Я помню, Равыцкак Зильбер, он, ну, такое дело, как тест, когда кто-то ему говорил, ну, не могу я, там, например, вставать утром на молитву. Он ему говорил, а если бы тебе, говорит, заплатили 100 тысяч долларов, смог бы? Он такой говорит, ну, конечно, смог бы. Он говорит, так что ты врешь, что ты не можешь? Ты можешь. А если человек говорит все равно, ну, не могу я, не могу я, там, промолчать в какой-то ситуации, вот я прям должен ответить. А он ему говорит, а если бы ты знал, что тебе руку отрежут, если ты ответишь? Ну, там, например, жена или семейный скандал или что-то такое. Человек говорит, я не могу, в этой ситуации промолчать. Он говорит, а если бы ты знал, что тебе руку отрежут, смог бы? Человек такой думает. Ну, конечно, смог бы. Он говорит, так что ты себе рассказываешь, что ты не можешь? Ты можешь. Ты можешь все. Ты можешь встать, ты можешь сделать, ты можешь промолчать. Ты можешь все. Только вопрос, первый вопрос, это что ты себе внутри говоришь? А второй вопрос, натренировать, вот этот переход между сказал, сделал, это как передаточный механизм. И этот передаточный механизм, он тренируется, это как называется воля. То есть между желанием и действием есть вот этот момент, когда я сказал, сделал. Я когда-то изучал этот механизм, написал книжку и сделал тренинг, называется «Победитель лени». Как победить вот эту свою лень внутреннюю, как она устроена, как ее победить с точки зрения психологической и научной. Нашел 20 способов, как перевести свое «хочу» и «должен» в «сделал». И если у тебя есть внутреннее сопротивление, оно есть у каждого. Даже те люди, которые называются харутсим здесь, такие прилежные, которые работяжки, у них все равно есть сопротивление внутреннее. Просто они научились это сопротивление побеждать, а потом они себя перепрограммировали, как бы натренировали на то, чтобы быть харутсим. И с удовольствием они в этом мире получат то, о чем обещал Бог через царя Соломона, что метавэ вэ аэн навшо ацэль, что будет желат и не будет у него душа ацэля вот этого ленивого. Вэнефэш харутсим, душа харутсим прилежных, тедушан, они будут такие жирненькие, имеется в виду тедушан, это насыщенные они будут, они насытятся, их тело насытится. Это удивительная вещь, когда бегаешь, тело насыщается, вроде ты устаешь, а тело становится сильным. А когда лежишь на диване, то лежишь-лежишь и сил нету, чем больше лежишь, тем больше сил нету. Понятно, да? Хорошо, переходим дальше. Пятый отрывок. Пятый отрывок, он нас переводит из миродействия в мир отношения к отношениям. То есть, интересно, что есть такая автория выражения, что Акольмина шамаям, все с неба, хуц ми и рад шамаям, кроме трепета перед небесами. И вторая есть вещь, что, ну то есть, все к человеку приходит, кроме его страха перед небом. И второе, что написано, что все предопределено, кроме, кроме будет человек цадик, праведник или злодей. И вот этот момент, праведник или злодей, это момент именно мысленного выбора. То есть, это момент конкретного выбора, что ты выбираешь, добро или зло. Есть такая фраза, что нету вещи, которые могут уставить перед желанием. И говорят, что, ну как же так, нету вещи, что может уставить перед желанием. Ведь есть много вещей, что я хочу, и я пока не получаю. Получается, или вообще никогда не получу. То есть, есть вещи, которые могут уставить перед желанием. Я слышал это объяснение от Раф Хэшин, такой был учитель моих сыновей в Киеве. Он говорил, что нет вещи, которые могут уставить перед желанием. Имеется в виду, что желание человека внутри, он может желать все, что угодно. Его ничто не может остановить внутри. То есть, понятное дело, что реализация желания, она может быть остановлена какими-то причинами. Но само желание, оно не может быть остановлено. И когда люди придут на суд и скажут, я не мог, ему Бог, он же знает внутри все, он скажет, ты не мог, ты не хотел. И вот это вот то, что имеется в виду, нет вещи, которые могут уставить перед желанием. Поэтому выбор быть праведником, хотеть быть праведником, это выбор, абсолютно в нем свободны все. А дальше тот, кто выбирает быть праведником, Бог ему помогает. Как стать праведником? Тогда уже, это уже вопрос Бога, как повернется реальность. Но желание внутри быть праведником или злодеем, ленивым или хоруцем, это полностью для человека открыты все его возможности, желать все, что угодно. Теперь говорит нам в пятом отрывке царь Соломон. Двар шетер и сна цадик. Слова обмана ненавидит цадик. То есть, цадик, он ненавидит слова обмана. Что такое обман, шетер? Вообще в этом мире очень сложно понять, что такое ложь, что такое правда. Потому что любое произнесенное выражение является искажением реальности. Если я скажу стакан и покажу стакан. Слово стакан и стакан это разные вещи. То есть, в любом случае, стакан, произнесенное слово, на английском это глаз, по-моему, будет, да, на глаз. А человек говорит, это у меня есть хороший глаз. Второй ему говорит, какой у тебя хороший глаз, левый или правый. Он говорит, нет, я имел в виду стакан. То есть, любое произнесенное слово, оно уже является искажением реальности. Теперь, что такое ложь? Ложь это осознанное искажение реальности для целей зла. Теперь, цадик, праведник, он ненавидит ложь. Почему? Потому что по Торе Бог сказал нам, айн то ва, будь у тебя должен быть хороший глаз. Суди всех лекавсхуд. С хорошей стороны суди всех в ситуации сомнения. И получается, что, да, всем-всем привет. Получается, что цадик, его внутренний настрой, он говорит, я избегаю любой лжи. То есть, меня интересует только правда. Что является истиной? Вот это вот направление моего движения, говорит цадик. Что делает Раша? В Раша, Явиш, Ваяхпир. Значит, злодей позорит и позорит. Значит, ну это два разных слова, оттенка позорит. Левоеш и Ваяхпир, в общем, позорит. Злодей, что он делает? Злодей, он любит все очернять. Ему нравится очернять людей. Ему нравится очернять события. Ему нравится очернять... То есть, он все поворачивает в такой формат, чтобы было больше зла. То есть, это суть злодея. Теперь получается интересно, мы сейчас находимся в моменте, когда, например, вирус распространяется по миру. Вирус распространяется по миру, и каждый, он потенциально может быть или переносчиком этого вируса, или он может остановить этот вирус. Теперь цадик, что делает цадик в этом мире? Есть, как бы, две крайности, злодей и праведник. Праведник, он производит добро, то есть, это его внутренний выбор, и он фабрика по производству добра, а если к нему приходит зло со стороны, например, лошонара, злоязычия, сплетни и так далее, он это ненавидит, и он это прерывает. То есть, он поток этого вируса, он останавливает, он говорит, я не хочу это слушать. То есть, получается, зло, оно, оп, и остановилось. Что делает злодей? Он подхватывает это зло со стороны, то есть, он в окружающем мире ищет эти темные пятна, кто-то про кого-то что-то сказал, опа, он это берет, начинает раскручивать у себя в голове, раскрутил грязи побольше, потом плеснул этой грязью еще дальше, сплетни. А ты слышал слухи, все вот эти вот фейковые новости, СМИ, кстати, это разносчики, заразы самые главные. То есть, на сегодня людей умерло от страха, от паники, от инфарктов, в мире в году умирают там от инфарктов миллионы людей. И вот сейчас те люди, которые боятся, волнуются, а кто им раскручивает всю эту панику? СМИ, которым нужны, просто нужны читатели. В общем, праведник, он ненавидит зло, обман и зло, и он это все останавливает. Злодей, он это все усиливает и распространяет дальше. Вот такая у нас сегодня была две темы. Первая тема это была о том, как устроено желание и как устроена реализация этого желания через действия. Вторая тема была, это как устроен мыслительный процесс и как цадик, он ненавидит любой негатив, любое зло, включая зло о себе. Потому что сказать о себе, например, что я не могу, я слабый, я там ленивый даже, да, это в любом случае это неправда. Потому что человек, если он рассмотрит себя в объективном формате, то в объективном формате человек это вообще непонятно кто. То есть кто ты человек, непонятно кто. Такой ответ. Потому что у человека есть душа, божественная душа, которая вообще от Бога, Бог произвел. У человека есть тело, уникальный вообще такой биоскафандр. У человека есть интеллект, который на вопрос ты кто, есть миллионы ответов, которые ни один из которых не является не то чтобы отвечающим на вопрос ты кто. А даже намека нету в одном ответе на вопрос ты кто. Поэтому, когда человек, что бы он про себя не говорил, это является искажением реальности. Но, а как сказать истину? Ну, истина по Торе это то, что сказал Бог, добро по Торе это то, что Бог назвал добром. Поэтому, когда человек хочет сказать правду, но божественную правду он говорит на вопрос ты кто? Он говорит я творение Бога, я Божье творение, Бог меня сотворил, во мне есть божественная душа. Почему ты так говоришь? Так в Торе написано, а Тора это истина, Тора это божественный свет, Тора это то, что является Эммет, Эммет это истина. Все остальное это шейтер, обман. Все, дорогие друзья, удачи, успехов. Значит, думаем хорошо и будет хорошо, действуем хорошо и много и будем насыщенными. Мы уже учили, что рука вот этих вот прилежных работяг, она будет властвовать. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.